Сохранение женского наследия – важное исследование в тюркском мире. Под таким названием в Алматинской области состоялся научно-опознавательный семинар, организованный региональным управлением культуры. В мероприятие приняли участие важные гости, среди которых руководитель департамента тюркских стран из Турции, а также главный редактор международного научно-академического журнала «Исследование женщин тюркского мира» Сахи Жулды. С подробности в сюжете. Как гласит древняя казахская пословица, женщина одной рукой качает колыбель, другой – весь мир. В Казахстане в 2014 году был открыт музей, ставший живым олицетворением почтения казахского народа к женщинам и матерям. Это храм признательности и уважения к ним, говорят сотрудники музея. А среди его экспозиций сегодня хранятся уникальные в своем роде свыше 500 ценных экспонатов. Неудивительно, что именно с этого музея начался визит гостей, прибывших на научно-познавательный семинар. Наш музей включает в себя семь выставочных экспозиций. Они посвящены матерям-героиням, национальным одеяниям, этнографии и другим темам. У нас немало ценных экспонатов. С каждым разом их коллекция пополняется. Кроме того, мы не только собираем наследие прошлого, но и учим молодежь мастерству изготовления национальной одежды и аксессуаров. По мнению исследователей, несмотря на все трудности, через которые прошел казахский народ, ему удалось сохранить свои национальные ценности и культуру. Благодаря чему другие тюркоязычные народности восстанавливают пробелы в национальном наследии своих этносов. Это отметили и руководитель Департамента тюркских стран Турецкого университета РДЖС, а также главный редактор международного научно-академического журнала «Исследования женщин тюркского мира» Жулдус Сахи. Несмотря ни на что, мы сохранили наши национальные ценности. Например, Турция перенимает у нас утерянное за века тюркское наследие. Так, женские украшения с национальными орнаментами в их исторических сериалах позаимствованы у нас. И сегодня наша цель – сохранить это ценное наследие и сделать его узнаваемым в мире. По словам ученых-отнографов, в современном казахском обществе стало модным возрождать национальный колорит, особенно в одежде. Это, очевидно, будет способствовать развитию национальной идеологии и популяризации наследия предков. Поэтому национальные жилеты, платья, головные уборы, как кемишек, а также камзолы теперь мы можем увидеть в гардеробе современных казахстанцев. Мы должны его стилизовать, адаптируя в современном обществе. Можно сказать, что современное общество активно использует национальную одежду в повседневной жизни, особенно стилизованные национальные костюмы. Они все чаще создаются и шьются под личным брендом современных дизайнеров. В их работах встречается много национальных деталей древних мастеров. Это очень радует нас. По мнению участников семинара, его работа получилась насыщенной и познавательной. Ведь у народа, не знающего своего прошлого, не может быть яркого будущего, резюмировали эксперты. Поэтому очень важно изучать, возрождать и пропагандировать утерянное наследие общего для тюркских народов прошлого.